Доброй ночи, друзья! Пропаиваю витаминкой ловит, видно? Вроде все нормально, все сдружились, никто никого не обижает. Я наблюдал за ними, вот цыпленочек дульки, ножку больше ему никто не клюет, то так, ну как бы они что-то новенькое для себя заметили, и первые несколько часов они его могли клюнуть за то кольцо, ну за кабельную стяжку. Вот так, и не начинай вы, знаете, кто-то правильно подметил, что они лезут в кормушку все вместе, потому что они у мамки так сосали как бы молоко. Кто-то хочет просится кушать, и все быстренько одновременно лезут к мамке, так что возможно из-за этого они и в кормушку лезут все вместе. Ну вот так, я уже управился, всех покормил, напоил, яйцо собираю, там у меня заказано гусиное яйцо, пять штучек есть, еще пять штук снесут и буду отправлять. Курочки тоже несутся, это заберу сейчас домой. Эта паразитка просится до кабана, ничего не ела абсолютно, нос даже туда не встрамила, орет и орет, громче перепелов мне сегодня нервы трепает. Получается, вот, посмотрите, 27 яиц снесли за два дня. куры, нужно их снять, вот так, гусиное, куда-то сюда поставить, а это дать свинотам, потому что я даю им только вечером, вот так, по парочке, по яйцу нарыла, ну и на, туда, 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 пожалуйста, вот так, вот, знаете, прям, прям спешу-спешу убрать перепелов в клетку, потому что один перепел убился, то ли об то ударился, то ли выше подлетело, пол ударился, короче, не знаю, у одного перепела точно сломано крыло, прям сильно, у одного перепела что-то с лапкой тоже, то ли сломал, то ли вывихнул, я не знаю, курочки, и они, нате, нате вам по яйцу, и они, короче, так скачут, когда свет включаю, что какой-то капец, вот так, ну, короче, мне очень не нравится, о, о, сейчас начнут, сейчас начнут, сумасшедшая, их стало тут меньше, я 23 штуки визуально определил, что курочки, ну, из вот таких светлых, и вот таких, по ним видно, остальное, и в такой расцветке это самцы, из вот этих темных и из белых пока не видно, можно методом исключения начать вылавливать самцов отсюда, и тогда, ну, видите, вот те курлычут сразу самцы, вот так, раз-раз их в клетку и на откорм, да, ну, хотя бы еще дней на 7, на 8, и нужно их убирать, всех самцов лишних, ну, а курочек, курочек нужно будет выбрать, что ж сестре надо, ну, и мне, чтобы в клетку, мы со Светланой Николаевной сегодня тоже ощипали парк ее из 26 штук, гля, гля, бьются паразиты, такие, из 26 штук, и сразу, как бы, чтобы быстренько все вот сюда засадил молодых курочек, это тех, которых визуально видно, что они курочки, 23 штуки нашел, ну, вот так, а это, да, разница существенная, молодки красивенькие и отработанные курочки, которые проработали ровно год, короче, ну, вот так, это еще на завтра, завтра уберу и посажу сюда, даже не знаю, что мне сюда садить, может, самцов отсадить, то есть оттуда выбирать, хотя, знаете, самцов, наверное, надо опять в клетку вот сюда и просто отбирать, отбирать, и они не будут в ней сидеть, а потом назад их высадить, чтобы просто можно было выделить курочек оттуда, потому что пока не видно, ну, вот так, здесь и здесь будут две клетки с курочками оттуда, и вот это тоже, а эта клетка будет готовиться под селадончиков, это тоже чуть попозже, ох и орут, знаете, вот здесь почти самцо убрал, здесь вроде два еще бегает, то, что здесь бегает два самца, это даже хорошо, вот это яйцо я сейчас тоже заберу домой и закладу в инкубатор, хоть там места и нету, сейчас, секунду, ну, хоть места и нету, но я что-нибудь, что-нибудь придумаю, тут не так много, десятка может, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, тридцать три яйца, ну, я думаю, что куда-нибудь я, ой, определю эти тридцать три яйца, вот так, ну, а мы уже, сегодня уже начался тридцать шестой день, если все правильно считаю, то буквально некоторые курочки такие уже прям толстые, и, конечно, визуально еще не выглядят, что собираются нестись, но все равно такие толстые, буквально недельку и уже будем ждать, да, как будут выкачиваться первое яйцо. Тут будут сидеть вот те же беленькие, которые там сидят, это совсем другой выводок, и я им подсажу крупного перепела, то есть у меня будет еще одна семья тоже хороших перепелов, ну, вот так, а эти красотки, что ты пузо чешешь, да, толстушки, жирные какие стали, холеные, красотушки, да, пустушки какие, вы там пишете, что держите за меня кулачки, чтобы я продал еще несколько поросят, хотя бы парочку, я бы тоже был очень рад, но пока, пока нет, пока все семь на месте, что за скандал? Ага, еще писали, а достанут ли маленькие цыплята кушать с кормушки подвешенной? Обязательно достанут, друзья, вон, смотрите, пуховые, они самые маленькие, спокойненько вон достает и кушает, так что это не проблема, будут кушать все нормально. Тут яйцекладка устаканивается наконец-то, и я вчера подсадил самцов, они прям сразу начали работать, прям вот сразу оперативненько, и сегодняшнее яйцо пустое, а завтрашнее яйцо уже может быть оплодотворено, и уже с завтрашнего дня я начну собирать. Размер яйца уже плюс-минус хороший, какие помельче, какие покрупнее, не страшно, не важно, вот видите, как бы хорошее яйцо, и уже, если вчера было 10 штук, то сегодня 11, то есть, вот, наверное, вот какая-то начала нестись, вот маленькое яйцо, а вот хорошее, это тоже, скорее всего, дворжелтковое, но, короче, количество яиц на сегодняшний день 11, вот так, вот 3, 5, 6, 7, 8, 11, молодцы! Надеюсь, что будут нести в среднем вот этот ярус, хотя бы по 10-11 штук в день, там 15 курочек, ну, и я смогу хотя бы неделю за неделю, но я и от этих буду собирать, так что за неделю, может, я 100 штук насобираю, но я бы хотел, чтобы я насобирал, вот так, и буду закладывать. Пока собираю это, еще соберу от силадонов, так что... Что-то бзюха! Так что еще закладки в инкубатор буду делать. Знаете, мне идет посылка завтра забирать, я вам все расскажу, покажу, но это... Я сегодня заложил инкубатор под завязку, тот лоток, который у меня был пустой, о котором я вам вчера говорил, пособирал по двору утиное яйцо и полный лоток заложил в инкубатор. Как мне завтра... Что мне завтра делать, я не знаю, но посмотрим, что и как оно будет, да? Валенки, чего вы не ручные? Чего вы не ручные? Это, да, какая-то толстела, стала хорошенькая, порозовела, такая шустренькая. Давай, почешу бачок. Нет? Ну, вот такие вот дела. А селадончики тоже. Видите, 4 яйца. Молодцы. Я-то их тоже уберу, но еще разок соберу, потому что, знаете, селадоны... Не ной! Селадоны очень мелкие, прям очень мелкие птички. У них ценность, это их яйцо. И хочется все равно, прям, если прям какая-то мелочь-мелочь, то прям не хочется ее оставлять для родительского стада, потому что чем чуть крупнее птичка, тем крупнее у нее яйцо. Поэтому все-таки закладу еще один разочек, чтобы можно было из чего выбрать. Потому что, если уберу, а буду уже ждать из этих яйц, это очень долго. Так что, пока сидят те, пусть сидят, может, разок, а может, даже еще два раза закладу. В инкубаторе 44 штук, если я не ошибаюсь, или 45. Ну, и тут до 30, и вот тут до 60. Так что, ну, всего-то 90 перепелочек. Вот так. Ну, а, я вам же сегодня показывал, но я говорил туда, а потом логически подумал. Перепелочки покрупнее, пусть сидят снизу, а малышню всю посадил повыше. Вот сюда. Все-таки один пуховый. Это не один, а второй пуховый. Тоже такой тут. Вот он слабенький, такой надутый. Ну, это не страшно. Здесь 58 перепелов и 39 цыплят, если я не ошибаюсь. Правильно, да? Да, здесь 98 штучек. Кажется тесно, но на самом деле для цыплят это нормально, так что не переживайте. Ну, и я вам уже, как и утром говорил, так и сейчас, что буквально через 3-4 дня цыплята пойдут тоже туда на пол в кучу. Ну, вот так. Все. Пропаиваем их витаминками. Выращиваем ладончиков. Ну, вот так. И тут тоже. Получается, снизу убрал пеленку. Без пеленки это красота, потому что заменить пеленку и то, что они ходят по помету, мне вот прям это максимально не нравится. Но без пеленки тоже никуда, так что кладу, стелю. Ну, вот так. Но, так как я вам говорил, что когда пропадет последний вот тот цыпленочек, который был слабенький, то я и здесь тоже уберу пеленку. Все. Цыплятушки на сетке. На сетке в разы лучше. У них включено 35 градусов. Это температура для того, чтобы им не дуло снизу. Здесь тоже включено 35 градусов. И перепелком, так как убрал пеленку, тоже включил 31. Хотя они уже большие, им и меньше температуры хватит. Но, чтобы им было тепло. Это первые дни, так, для акклиматизации. Ну, а буквально 3-4 дня пройдет. И я, хотя можно вот так каждый день по несколько градусов по одному снижать. Ну, и все. Все визуально. Все цыплятушки ровненькие. Вот такие шустренькие. Ну, вроде я уже не вижу никого, кто бы мог планировать пропасть. 5, 10, 15, 21 цыпленок. Планировать пропасть, да? Хорошие такие планы. Они могут себе строить. Но половинка цыплят пропала. Ну, ничего сделать не могу. Уже как есть. Вы все пишите, много раз написали, что цыплят по осени считают. Но... Эти такие хорошие, да? Вот такие хорошие. О, красивый какой. Красивый. Ну, как есть. Ну, так. Знаете, что мне очень надо... Что мне надо? Мне надо, чтобы были несколько петухов-маранов. Потому что на следующий год хочу, чтобы у меня здесь в общем стаде были петухи-мараны. Потому что от них будут получаться цыплята, с которых будут тоже яйцо нести разноцветное. Так что... Ну, как-то так. Да? А так, видите, пока никаких отдельных цветов нет. Вот только несколько кур несет зеленое яйцо. А все остальное... Ага, и вот это мне... Не знаю почему, но мне нравится белое яйцо. Я не знаю почему. Вот такие дела. Вот этих перепелок только уберу. Ну, сразу вот этих цыплят высажу туда в загончик. Пусть немножечко побегают по полу, а потом их перетяну в общий двор, туда, там, где мои бентамки сидят. Но одену им кольца на лапку, чтобы не попутать, потому что это и пуховые с другого хозяйства, и бентамки тоже с другого хозяйства. У меня там бентамки растут, и эти петухи мне будут идти в работу. Так что, вот такие вот дела. Все, друзья. Тут все хорошо. Сейчас упакую перепелок. Они лежат на столе, обсыхают. Упакую в морозилку и завтра отправлю. Там уже тоже спрашивали, типа, а не страшно, что, типа, жарко. Я так упаковываю, что не страшно, друзья. И, конечно, один килограмм перепелов я не собираюсь никому отправлять. Это, как бы, очень маленький объем веса. И, как бы, это и маленькая сумма, и это вам нет смысла заказывать. Потому что, ну, как бы, ну, вы купили один килограмм перепелов, и еще за доставку заплатили почти стоимость этого килограмма. Так какой смысл? Я не знаю. А вот когда один человек, вот, заказал перепелов, вот мы вчера и сегодня убирали, это 50 штук. И это в общей массе получается около 12 килограмм, то 12 килограмм замороженных, но ни в коем случае не успеют растать даже за трое суток в дороге, что бы там не происходило. Я упаковываю отлично, так что доедет замороженным. Ну, вот так. Так что, что за скандалы? Кто ругается? Кто ругается? Забрать... Забрать Дулькину, Дулькиного сыночка в этот? Нет? Да нет, вроде веселый. Ну, а чем он отличается? Обычный цыпленок, как и все остальные, да? О! Бьются немножко. Ну, как-то так. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Мне так нравится, знаете... Я еще не успел попрощаться. Мне нравится, что вот эти все стареньких курочек не будет буквально через один день, да? И здесь будут сидеть все молоденькие и все красивенькие. И люди не будут писать, ой, какие они замученные. Хотя, знаете, тушки такие красивые. Если бы птичка была замученной, она бы не выглядела упитанной. То, что не выглядела, не была бы упитанной. И она бы не несла столько яйца, сколько она снесла. Если бы для нее были плохие стесненные условия. А так, для нее идеальные условия. И она отлично себя чувствовала. А то, что они лысые, кто помнит, то в прошлом году у меня перепела сидели с этими, с цыплятами. И цыплята им просто повыклевывали спины, еще когда они были маленькие. А вот сейчас у меня появились клетки, да, отличные, да? И я теперь могу их держать в этих клетках отдельно без цыплят. И вот даже вот эти перепелочки, которые, которым цыплята, а ну высунь голову, высовывай голову, высунь голову. Которым цыплята вот тут поклевали возле крылышка, отлично все зараз возле крылышка, на крылышке. Вот, смотрите, вот, назад, назад, назад. Глянь, что делают, глянь, что делают эти черные. Я потерял того, который вам хотел показать, вот этого толстого. Убежала, зараза такая, все-таки убежала. Тихо, 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 вот видите, все отросло, вот здесь было немножко кровило, а сейчас все отросло, и отлично они себя чувствуют. Ну вот ты убежала, полегчала. Такую сторону закрыл, ага. Оп, все, назад. Ну вот так. Ну а здесь одни самцы, и знаете, они прям хорошенькие. Я вот думаю, и этим их садить, или все-таки тем садить обычных, да? А этих посадить вот этим белым, и тем белым. То есть белых с белыми. Ну, короче, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, посадить вот этих белых самцов, или все-таки из-за того, что они тяжелые, они будут плохо работать, и там будет много неплодотворенного яйца. Что вы думаете вот по этому поводу? Напишите свое мнение. Вот, как бы, будет интересно почитать. Так что, ну это я пока в раздумьях. На самом деле, вот эти перепела, они тоже сами по себе не мелкие. Вы видели, я вам показывал тушку, как бы 270 килограмм, ну и примерно 100 грамм удалял, да? Ну, как бы, это живьем, она весила до 400 килограмм могла быть птичка весить. Так что, не такие-то они и маленькие. Ну, а эти от 400 до 500. Как бы, они мне, может, просто улучшат немножко поголовье. Но, знаете, можно попробовать. Начнут нестись, подсадить им этих самцов, собрать за парочку дней в инкубатор себе, да? Право скопировать, и я буду знать, как работают эти жирики. Но это так тоже. Пока мысли, слух. Так, мне нужно насыпать вот тем красотушкам. На верхнем ярусе больше. И вот так. И они съедают получше. Да? Воды свеж налил. Да, вода полная. Вот так. Оп. И все. Это сюда. Чтобы не попутать. Видите, а то убежали у меня порошата. А то ну это до кабана. Ох, собаки сбежали толстые. Это шо за толстые собачки? Какие? На самом деле. На самом деле, да? Самые доходяги. Я вот на них смотрю и улыбаюсь. Мне там в комментариях написали, что я свинок хвалю. А когда поросята появляются, я их ругаю, что они не едят. Но, как бы, это так и есть. На данном этапе со свинками абсолютно никаких проблем. У них аппетит отменный. Я насыпал, покормил. Ну, как бы, я... Знаете, почему вот я их хвалю? Потому что они не мучают меня. Они не долбут мне мозг. И я не думаю о том, голодные они или не голодные. Они все до одной свиньи едят просто, как будто я их никогда не кормил. То есть, кормушка вот вылизана всегда. Вот сейчас свинки супоросные. Все кормушки вылизаны. Абсолютно. Притом, даже ныть я не погулина. И то тоже у нее аппетит отменный. Так что, я их хвалю. А когда у них поросята, они ничего не хотят кушать. И хочется их придушить. Ну, честно. Потому что ты, как бы, стараешься. А они не едят. Так что, делают мне нервы, да? А сейчас и вот эти тоже, да? Были же такие прям доходяги. Я же себе оставил самых плохих. Вот то, что у меня растут доходяги. Мне этот момент нравится тем, что, когда я выращиваю самых плохих поросят в хороших свиней, то, пожалуйста, не предъявляйте. Вот я, ну, покупатели. Ну, я имею в виду, покупатели не имеют права предъявить мне какую-то претензию. Ну, по поводу того, что поросята не растут. Потому что я, вот у меня пример того, что даже самая бзюха у меня растет хорошо. Ну, вот так. Вот этот еще, так, нужно ему, это, катазальчика уколоть. Потому что что-то он выглядит не таким поросенок, который начал расти. Ну, мы его поднимем, будет все у него хорошо. Но пока, пока он выглядит не очень. Даже те два самых маленьких, которые сидели в те, видно, что у них они пошли расти. Да? Эти, это тоже было бзюха черной, да? Вообще был страшный. А сейчас какой красавчик. Не драться. Эти из-за поросят начинают дру... Гля, гля. Да там дети твои. Гля, хочет их придушить. Давай назад. Давай. Все. Нет. Не туда. Не туда пошли. Пошли не туда. Не туда пошли. Гавкают собаки. Да вы ж не собаки, вы ж поросята. Гавкаете тут. Давай, быстрее. Давай. Обормоты толстые. Вот этот жирный вообще сарделин, да? Красавчик. Быстро к себе домой. Ночь, мне спать пора. Я тут выгуливаю поросят. Ты сарделина. А еще, знаете, покупатели, когда приезжают за поросятами, они в двор заходят, а в сарай я их не пускаю. Ну, сюда. И они все так удивляются. Удивляются, что это... Что-то я иду за поросятами в дом. Они так на меня смотрят, типа... Ну, те, кто знают, кто местные, те, конечно, ну, как бы понимают, что я держу их в этом помещении. Это не дом, а сарай. А те, кто приезжали несколько человек по объявлению с газеты, то... Те, конечно, были немножко в шоке, да? Давай, заходи. Заходи. Ага. Забодаю сейчас. Быстро к себе, давай, быстро. Давай, 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 давай. Во. Всем пока-пока.